МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня в Кирове подводит информационный канал Город. С вами Сергей Игнатьев. О самых важных событиях этого вторника, 18 августа, расскажем и покажем. Страсти кипят вслед за энергетиками, отопительный сезон рискуют сорвать управляющие компании. Из аптеки прямо в яму огромный котлован поглотил тротуар на Октябрьском проспекте, когда закопают. Смотрите, в оба в городе растет число наездов на пешеходов в темное время суток, есть первые жертвы. Тепло еще теплее, конец августа порадует кировчан солнцем и жарой. Наступает на те же грабли вслед за энергетиками. В Кирове отопительный сезон рискует сорвать управляющие компании. Батареи в квартирах кировчан должны стать теплыми меньше, чем через месяц. Однако сегодня паспорта готовности к зиме получили всего лишь 15 управляющих компаний из 92 на минуточку. Получается, что пока город не готов к грядущему холодному сезону. Об этом сегодня заявили на совещании в городадминистрации. По традиции, началось оно с критики в адрес управляющих компаний, которые, судя по всему, отдыхали все лето. Специалисты должны были подготовить внутридомовые сети, чтобы с приходом холодов в квартиры кировчан бесперебойно поступало тепло. В результате никаких отчетов о проделанной работе большинство организаций просто не предоставили. Паспорта готовности к зиме все управляющие компании города должны были получить до 15 сентября. Тогда кипяток должен забурлить в батареях горожан. В первую очередь в учреждениях социальной сферы. В противном случае отопительный сезон будет сорван. Мы все в рабочем порядке их будоражим, возбуждаем, чтобы они работали. Видимо, возбудителя не хватает. Игревые комментарии городских чиновников прервало руководство Кировской теплоснабжающей компании. Энергетики решили отчитаться об успешной работе в летний период. Она, безусловно, заметна. Полгорода в раскопках в КТК пообещали, что к началу отопительного сезона вселокальные опрессовки и масштабные реконструкции будут завершены. Что ж, времени мало. С теплой надеждой на лучшее понаблюдаем. Претензий к текущим работам энергетиков становится все больше. Теперь жалобы в прокуратуру начали отправлять и депутаты Кировской городской думы. Им ежедневно поступает обращение от кировчан, которые несколько месяцев сидят без горячей воды. Кировчане не видят ни рабочих на месте коммунальных раскопок, ни объявлений на подъездах о переносе сроков подачи воды. Сам свидетель перед эфиром кипятил воду в кастрюле, чтобы умыться. Его терпение лопнуло у депутатов Гордумы. Михаила Ковязина. Он направил жалобу в прокуратуру. Ведомстве обещали наказать коммунальщиков за срывы сроков. Первое – это сроки. Второе – это отсутствие какой-либо информации по этим срокам. Потому что сроки все время сдвигаются. И третий, наверное, самый вопрос, который жители задают, ничего не происходит. Потому что я сегодня проехал несколько раскопок, конкретно 9 раскопок, причем в очень ограниченном микрорайоне. Только на двух раскопках велись какие-либо работы. 7 раскопок, они остались без движения. Никаких работ по ним не велось. Работы проводятся в течение одного-двух дней. И после этого месяцами она не закапывается. И если КТК с этим не справляется, ну тогда давайте принимать другие варианты. Но я надеюсь, что все-таки же после наших обращений ситуация начнет решаться в лучшую сторону. Продолжаем горячую тему в нашем выпуске. Глубоко копают дорогой в ад. Сегодня окрестили яму, которую вырыли коммунальщики прямо под крыльцом аптеки на Октябрьском проспекте 62. Соцсети продолжают кипеть от гневных комментариев. Коммунальная раскопка полностью перегородила тротуар еще неделю назад. Энергетики там вырыли яму, городили ее металлическими решетками и испарились. С тех пор здесь их никто не видел. Сегодня рассказали нам жильцы близлежащих домов. Вокруг яма лежат строительные материалы и мусор. Крыльцо аптеки свисает прямо над раскопкой. Теперь кировчане боятся подниматься по нему и заходить в аптеку. Ой, а здесь вообще можно выпасть. Вот выскочил ребенок случайно, не глядя, и упал. Вообще небезопасно. Ну яма же все-таки. Как люди будут проходить? Мало ли, сумается, что-нибудь упадет еще. В КТК сообщили, что опасная раскопка будет у аптеки как минимум две недели. Но судя по тому, что рабочих здесь не бывает даже посреди белого дня, кировчанам еще долго придется обходить ее стороной. Сейчас мы прервемся. Ненадолго отдохните. Вдохновитесь рекламой. Смотрите далее в нашем выпуске. Смотрите в оба. В городе растет число наездов на пешеходов в темное время суток. Есть первые жертвы. Опять подделка. Полицейские наблюдают всплеск фальшивых пятитысячных купюр. Тепло еще теплее. Конец августа порадует кировчан солнцем и жарой. Эти и другие события дня через пару минут. Дождитесь нас. Информационный канал «Город» продолжает держать руку на пульсе событий Кирова. Продолжаем выпуск. Выйти с умрака, световой день становится короче. А вместе с ним и снижается внимательность водителей. В темное время суток риск совершить наезд на пешеходы повышается в разы. Уже есть первый летальный случай. Накануне вечером в Кирове на переходе сбили пенсионерку. Она погибла до приезда скорой. Ну, ехал и все, выскочило вон, где-то вот как дерево выпало. И побежало. Авария произошла в районе дома номер 88 на улице Дзержинского. Здесь находится нерегулируемый пешеходный переход. Судя по видео, участок здесь плохо освещен. Виновник ДТП рассказал, что не заметил пенсионерку. По его словам, она внезапно выбежала на дорогу. Травмы оказались серьезными. 70-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Кроме того, пострадал и пятилетний сын водителя. Он ударился о панель автомобиля. Ребенок получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Детали происшествия и степень вины каждого теперь будут выяснять в ГИБДД. Там призвали всех участников движения быть внимательными на дорогах. Солнечный день, так скажем, он короткий по сравнению с началом лета. Соответственно, пешеходов бывает в это время уже не видно. Пешеходам рекомендуют обязательно иметь на себе световозвращающие элементы в темное время суток. Также, либо если их нет, светлую, яркую одежду. Сейчас темнеет уже в 6 часов вечером. Пешеходам инспекторы советуют лишний раз убедиться в безопасности, прежде чем сделать шаг на проезжую часть. Шоферам рекомендуют не просто снижать скорость перед зеброй, а вообще останавливать машину. В области еще один человек скончался из-за коронавируса. Кировчан предупреждают о фальшивых пятитысячных купюрах. И два автобуса временно изменят свои маршруты. Все подробности далее в нашей рубрике «Короткой строкой». В Кировской области еще один человек умер из-за коронавируса. За последние сутки выявлено 57 новых заболевших с симптомами пневмонии и ОРВИ. В инфекционных госпиталях проходит лечение 798 пациентов. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 20 человек. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кировчан предупреждают о фальшивых пятитысячных купюрах. За последние дни полицейские зарегистрировали сразу несколько случаев распространения таких банкнот. Жителей города призывают быть внимательнее во время расчета наличными и проверять купюры на месте. В случае подозрения на фальшивку следует вызвать полицию. Два автобуса временно изменят маршрут. Речь идет о 12 и 90 автобусах. С 19 августа по 11 сентября они будут курсировать по-другому. 12-й поедет от Слободы столбики по Попово, далее по Чистопрудненской, Украинской и прежним маршрутам. 90-й будет ходить по Попово-Щерсо, далее с существующим маршрутом. Изменения связаны с установкой ливневки на улице Мостовицкой. 47 кировских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В Министерстве образования сообщили, что в области завершился период проведения госэкзамена. Всего в нем приняли участие больше пяти тысяч выпускников. Наиболее востребованными предметами стали русский язык, математика, общество знаний, физика и биология. 100 баллов за ЕГЭ получили 105 выпускников. В основном наивысший балл был поставлен работам по русскому языку, химии и математике. Ну теперь о приятном в конце выпуска. Крепитесь, тепло еще будет. Последний аккорд уходящего лета еще прозвучит в августе, обещают нам метеорологи. В последнее время, согласитесь, в городе непривычно холодно. Погода на улице стала похожа на осеннюю. Многие уже начали готовить гардероб к зиме. И вот синоптики вселили нам теплую надежду на лучшее. Несмотря на то, что в город уже пришла метеорологическая осень, теплая и сухая погода вернется в Киров совсем скоро. Уже в четверг регион накроет антициклон. Столбики термометров начнут подниматься до отметки в плюс 25 градусов. Сильной жары на улице не будет, впрочем, как и дождей. Как долго в Кирове продержится такая теплая погода? Неясно. Все будет зависеть от поведения теплого антициклона. Ну и здесь Кировчана может повезти. Синоптики предполагают, что солнце и комфортная температура продержатся в городе до конца августа. Хорошая погода не только на улице, но и в вашем доме желает информационный канал «Город». Пришло время прощаться. Таким увидели этот вторник, 18 августа, редакция информационного канала «Город». Свои новости вы можете сообщать по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». И не забывайте подписываться на нас в соцсетях. С вами был Сергей Игнатьев. Хорошего вам дня, всего доброго и увидимся в городе. Пока.